...наши две сестра, и на подруге... Но, то есть, как правило, это уже... Человек должен сам находить. Это его проблема найти готового, а хочет. Ну, не всегда. Не всегда иногда, да. Иногда клиники помогают наценить готовый. Сергей Коротков у нас в студии. Империолог Центра планирования семьи и репродукции лечебно-реабилитационного центра Росздрава. Сегодня мы говорим про экстракорпоральное облаготворение. После короткой рекламы мы продолжим. Если у вас есть вопросы, ваши комментарии, я их тоже уже вижу. Плюс семь, девять, два, пять, стоять, сто семь, ноль. Это, наверное, для ваших смс-сообщений. Росновости.ру, наш сайт. Русская служба новостей. Радио РСН. Экономика по-русски или особенности национальной экономики? У нас объективный взгляд на происходящее. РСН. Пионер российского бизнеса, политик, член экспертного совета при председателе счетной палаты Владимир Симага. В этот понедельник тема программы «Конкурентоспособность российского фармацевтического рынка». После РСН. Журналист издания «Эксперт» Лилия Москаленко. «Экономика по-русски» с понедельника по пятницу после 11-го сочетания «Медицинский форум». Мы продолжаем с Сергеем Караховым, эмбриологом Центра планирования «Экспертного реабилитационного центра Роспирала». Хотелось бы, и вот наш слушатель Стив, он прислал такое сообщение. Это ошибка, нельзя вмешиваться безнаказанным. Естественный ход эволюции природы и человечества. Ну и мы знаем, представители разных конфессий выступают тоже против этого метода. Например, наши священники говорят, придет время, когда Нобелевскую премию вручат заклонирование человека за какой-нибудь вновь изобретенный метод эвтаназии, если она будет повсеместно легализована, за лучший способ стерилизации. Могут наступить времена, когда Нобелевская премия будет вручаться за те вещи, которые с церковной точки зрения являются безнравственными. Сергей, когда вы слышите такие, такого рода протесты? Ваша реакция какая? Я, например, говорю, если бы это кесарево сечение, если бы попустили вечно самотек, он с ним сейчас бы разговаривает. Просто вот так. Давайте не будем лечить детей от лейкемии. Давайте, естественно, пусть решать. То есть, ну, те люди, которые, например, обращаются за помощью к врачам, насколько этот вопрос выбора стоит перед ними, насколько они обращают внимание на этическую сторону, на моральную сторону. Есть сомнения, колебания или нет? Продолжение следует...